Ежемесячно каждый из проживающих в многоквартирных домах получает квитанции на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Такие же документы приходят людям, живущим в 6-м микрорайоне города Видное. Их обслуживает управляющая компания ДС-6. За время работы этого предприятия у жителей улиц Ольховая, Березовая и Завидная накопилось множество вопросов к руководству. За однокомнатную квартиру средняя цена идет около 8 тысяч рублей. Это были цены в зимний период, подчеркну. Евгения Егорова, как и многие другие, не раз обращалась с этим вопросом в ДС-6. Не получив ответа, инициативная группа направила письма в прокуратуру и жилищную инспекцию. Пришел ответ в июне, жил инспекция о том, что действительно ДС-6 нарушает законодательство Российской Федерации и некорректно считает коммунальные платежи. Вот у меня есть письмо, то есть это все официальные документы. Письмо пришло в июне. Несмотря на это, до сих пор никакого перерасчета ДС нам не сделал. И цены остаются такими же высокими. Люди возмущены тем, что коммунальное обслуживание дворов, улиц и парковочного пространства не соответствует нормам и требованиям, а также и тем, что не соблюден проект застройки микрорайона. Те изначальные территории, площади, которые выдавались под детские площадки, детские территории, парковочные пространства, они заняты другими зданиями, на них построены капитальные объекты, что является нарушением норм агростроительного кодекса и земельного законодательства. Но управляющие компании считают, что работу свою они выполняют ответственно, что вопросы жителей постепенно решаются. Я вообще считаю, что все вопросы решаемые. Только единственное, для этого нужно время. Нельзя же все вопросы решить прямо мгновенно. Если есть вопросы, они решаются постепенно. Многие вопросы, которые не решались, мы уже решили. Однако стороны друг друга не слышат. На встрече жителей 6 микрорайона с представителями ДЭС-6, которая проходила в рамках дня открытых дверей ЖКХ, стояли эти и многие другие вопросы. Но контакт между жителями и управляющей компанией достигнут не был. Жители изначально имеют претензии по поводу легитимности избрания данного органа. Если управляющая компания так и не смогла за все это время, наверное, найти понимание, не навела коммуникацию с жителями, ну, наверное, надо поднимать уже вопросы администрации по выбору другой управляющей компании. Либо по домам, либо в целом, либо все-таки управляющая компания должна усилить свою работу. На круглом столе присутствовали и представители района, и городской администрации. И тему мы продолжим с временно исполняющим обязанности главы городского поселения Видно Александром Усковым. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Видим, что ситуация Патова, нет контакта. Как вы прокомментируете? Тема, которая сегодня вами поднята, она актуальна. Глава Ленинского района, Олег Владимирович Хромов, давал неоднократные поручения разбираться в данной ситуации. И сегодня эта тема действительно актуальна, потому что нужно найти контакт и понять причину, в чем есть несогласованность действий управляющей компании с жителями. Потому что были обращения и губернатора Московской области, мы анализировали и платежные документы, проанализировали вопросы, которые поступали в ходе встреч. Таких встреч, вы знаете, мы провели две. 26 ноября и 3 декабря. Это субботние дни, было достаточно много людей. И мы задали прямой вопрос жителям, а какова цель все-таки этих встреч? Действительно, какова цель этих встреч? Так вот, цели две. Если жители желают сменить управляющую компанию, они могут воспользоваться своим правом в соответствии с жилищным кодексом, инициировать общее собрание и по решению общего собрания принять такое решение. Вторая цель, которую и я тоже задал жителям, а может быть нужно найти разрешение тех вопросов, которые сложились сегодня. И я уверен, что такие все-таки действия мы выполним и найдем решения, которые, на наш взгляд, сегодня должны делаться в индивидуальном порядке от именно тех граждан, которые задают вопросы. Их немного, вот по нашим подсчетам, порядка 20 таких обращений, причем они повторяющиеся, носят характер регулярный. Мы и, в общем-то, проанализировали эту ситуацию. Поэтому ДЭС-6 выразила желание проводить такие встречи регулярно. Глава района держит данный вопрос на контроле, соответственно, работает заместитель главы района по ЖКХ. И вот такая группа вместе с госжилинспекцией, кстати говоря, осуществляет вот эту деятельность. А насколько все-таки сами жильцы оплачивают, например, ту же квартплату? Вы знаете, вопрос очень серьезный. Вот у меня есть информация, что на сегодняшний день задолженность жителей по услугам жилищно-коммунального хозяйства, которое предоставляет ресурсоснабжающая организация, составляет 55 миллионов. Но мы должны понимать, что при этом задолженность со стороны ДЭС-6 перед ресурсными организациями отсутствует. Также речь идет об оплате жителями средств на капитальный ремонт. Задолженность тоже сегодня 26 миллионов. И это очень серьезный момент, на который жители обязаны обратить свое внимание. Спасибо большое за интересную и важную информацию. Я напомню, что о ситуации в 6 микрорайоне мы говорили с временно исполняющим обязанности главы городского поселения Винное Александром Усковым.